Доброе утро. Доброе утро, Мэри. Доброе утро. Ты уже ел что-то? Я ел только джелеби с молоком. А-а-а. Я проснулся в 7 часов. Я проснулся в 6.15. Что-нибудь ел, говорю. Он говорит, что джелеби с молоком. В 6.15 он проснулся. А я в 8. Вот так хорошо поспала. Найс, найс. Спасибо, спасибо за приготовление. Доброе утро. Это нам чай на целый день. Имбирь, лимон, мята, тибетский чай и самохан. Там еще самохан. Сейчас покажу. Вот такой вот чай. Самохан. Очень хороший. Особенно, если начинаешь простужаться вдруг. Я под этим кулером говорила дня три назад. Что-то начало чихать. Вернее, под вентилятором. Вот, состоит он из 14 полезных ингредиентов. Тут и что тут? Имбирь. Наверное, перец. Ну, вот, 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 вот. Люди прямо покупают коробками. Очень полезный. Полностью натуральный. Сейчас маленький салатик. По одному манго съедим. Приятного всем завтрака. И у меня еще кофе. Кофе. Мой утренний кофе. Шаши! Пошла, понесла ему. Да. Ужина. Шаши отправляется за покупками. Я могу повесить. Я сплю. Ушел обедать. Что-то еще у меня тут было. А, самое время для чтения. Заходи здесь весело. Да, да. Давай, мусор возьми. And don't forget put money on my phone. Ага. Значит, Шаши за покупками по хозяйству. Хозяйственный он у меня. Товарищ. Вот. А куда мне звонить? Я, говорит, особенный план положу на твой телефон. По Индии звонить бесплатно. Вроде так раньше и было. Люблю-люблю. Трамвай куплю. Давай пока. Сайрам. Сайрам. Вот. Он говорит, ну раз ты чихаешь, давай, говорит, я принесу. Кольцо из ресторана. Гоби манчурин. Я сегодня хотела сделать гоби манчурин. Я говорю, не, ну я не настолько чихаю, что не приготовить. Так. Чуть-чуть. Так же как и он. Сейчас чайком. Чайком с самоханом очень хорошо помогает от простуды. Небольшой. Лаванда. Так. Вот здесь одна. Ой, как хорошо пахнет. Еще оказывается одна здесь. Ой, испечный коробок даже. А я тут достала коробочки. Так. Стоит 55 рупий. Но здесь не нарисовано, что ручное, да, и натуральное. Вот на этих палочках нарисовано, что сделано вручную. Вот. Вот. Но сейчас все равно сейчас зажгем лаванду. Ой, такие спички тонюсенькие. на обед у меня сегодня будет рис и цветная капуста в кляре гоби манчуриан рис промываю и ставлю кипятиться я рис довожу до кипения добавив немножко куркумы саши любит чтобы рис был желтый рис довела до кипения выключаю потом когда надо будет уже обедать я еще раз доведу до кипения тогда он станет мягким и горячим может быть мы обедать будем через два часа это вот такой вот ноу-хау нет лайфхак ну и капусту разделила на соцветия то нам на две порции хватит только собралась делать тесто для кляра опять отключилась электричество дорогие друзья мне говорят ну что надо сейчас для другого канала у меня есть еще кулинарный канал почаще выпускать видео но я конечно хочу не такие я туда буду выпускать видео но не такие вот миксованные там между делом на что-то ремонтируют тут я готовлю тут муж пришел тут муж ушел кстати скоро должен муж прийти я боюсь как бы он в лифте не застрял вот но там нужны короткие информативные и безо всякой личной жизни наверное видео так мне кажется вот я уже год туда ничего не загружала обязательно буду делать как только немножко вот это жара спадет я буду делать а сейчас я просто показываю на этом канале свою жизнь очень жарко вот и вот пока думаю это кулинария не для кулинарного канала это кулинария просто для канала о жизни тем более сейчас локдауна ничего в моей жизни не происходит такого экстраординарного жизнь как жизнь обычная жизнь иногда даже я по несколько дней из дома не выхожу вот поэтому поэтому и кулинария и все личные какие-то дела ну пока попьем чайку подождем уже ой очень вкусно самохан чувствуется и мята чувствуется . чуточку тура тура вообще полезность полезность полезная имбирь лимон мята самохан тибетский чай это что-то невероятное кстати зажила палочку лавандовую и здесь у меня лавандовое масло мне катюшка привозила откуда-то где она была в таиланде или еще где-то вот тоже можно тут где-нибудь побрызгать а нет на бали по-моему на бали катюшка была до катенька ну вот так чай подождет значит надо быстренько сделать кляр которым я буду опускать эти соцветия цветочки 2 столовых ложки муки 2 столовых ложки крахмала картофельный если есть или кукурузный вот у меня кукурузный добавляю воды тесто должно получиться как на оладье по-моему там кто-то пришел привет ты мой добытчик ты молодец ранен папа молодец 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 вот отсюда мы тоже простываем но соды соды любим а вот такой ботермилк тоже хорошо амул 15 пластиковых пакетиках по 10 а 15 2 с половиной килограмма но это соды не сладкая газировка томаты и картофель хорошо ножницы ножницы отдавали ага хорошо заточить заточили боже мой сложно сложно в одном банкомате нет денег в другом how many time day stop light сколько раз они за день отключают свет иногда несколько раз опять свет отключился да но хорошо что у нас есть газ кэндл вы точно вот кэндл свечечка давай включай весь мокрый я тоже мету у меня тоже вот вот я дома нахожусь но бандана сейчас ее можно будет уже выжить вот я знаете я самая вот самая моя любимая когда я возвращаюсь в бане говорит да да он говорит я могу выжить и это будет с водой а немножко говорит я когда возвращаюсь с петербург я сплю с открытым балконом я сразу вот сколько раз было я сразу получала бронхит особенно ну вот в марте если возвращалась но мне надо было холода холода мне надо было нарадоваться этому холоду вот трамсалы я очень люблю я вообще люблю спать под одеялом вот прям для меня это такое наслаждение спать под одеялом здесь даже под простыней жарко да уж да повезло что приехал в лифте и не застрял лаки лаки папа лаки ну вот пещерный век будем так готовить ничего страшного зато у нас есть как надо быть немножко добавить маловато мне кажется муки зато у нас есть газ еще немножечко чуть-чуть муки и чуть-чуть крахмала very good light is come back есть разные способы приготовления гоби манчуриан я когда-то увидела вот так готовила индианка я готовлю так в кафе я снимала там готовили немножко по-другому вот добавляю куркуму добавляю немножко зиры перца соли гималайской гарам масала здесь продаются пищевые красители немного красного красителя дома я это не использую в санкт-петербурге когда я делаю я просто тру свеклу и сок выжимая сок и добавляю получается такой сами знаете какой цвет получается малиновый подсолнечное масло глубокую кастрюльку или сковородку наливаем подсолнечное масло для соуса понадобится немножко лука томата паприки перец чили чеснок имбирь соевый соус вода и ложечка крахмала цветную капусту не отвариваем прямо сырую окунаем в этот кляр половинку порции и в кипящее масло так проверила кинула туда капельку кляра кипит и теперь можно цветочки на небольшом огне надо сделать сейчас покидаю и огонь уменьшу цветочки разделить чтобы не слиплись и готовить я не знаю минут пять в общем надо будет одну вытащить и ее разрезать внутри она уже должна быть мягкая сама капуста мы ее не отвариваем ее так сырую туда и обмакиваем в этот кляр смотрим что внутри вот из-за крахмала она хрустящая снаружи если потом мы сделаем соус такой жидкий она будет мягче мягкая кому как нравится кстати хрустящая или мягкая у всех свой вкус так но уже капуста капуста уже смягчилась идеально готовим вторую порцию лук томаты паприка чили перец на мелкой терке немножко чеснока и имбиря постерну чуть-чуть добавлю зиры и перца черного тоже и гарам масалы гарам масалы чуть-чуть ложку крахмала с водой и сюда и соевый соус размешиваю и довожу до кипения это будет соус здесь у нас тоже почти готово и останется только довести до кипения рис если есть запасная комфорочка то делаем все параллельно или рис заранее готовим нормально уже безо всех этих сложностей как готовлю я вот так готов соус готов готова 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 ну ну лайк а а развернул на меня спасибо пеньки все приготовим еще раз уж масло кипит папат все на все что нам кто может вот ни Продолжение следует... Продолжение следует... На самом деле, это вот такой хорст. Только масло должно быть хорошо кипеть. Хорошо кипящее. И быстро, буквально секунды, пока оно не успело сгореть. Вот это вот произведение искусства. Все. Масло выключаем. Давай теперь сюда клади. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Нормально. Не слишком много. Бас, бас. Адафу папа. Соус, да. Ну, Саши, ну, you put for you more. Да. Да. И немножко украшаем... Да. И немножко украшаем просто капустой. А-а-а-а-а. Найс. Найс, найс. Угу. Акетская шпу. И рис. Рис я буду... Ага. Я буду ставить так. Хорошо. Ок. Для меня это. Да. И возьмите... Ага. Ага. Щелень. И еще один пупик. Да. Ой, бабка. Посмотрите. Подписывайтесь. Пока-пока. Давай. Я хотела красиво, а он бегом-бегом, он как-то бегом-бегом. Готен аппетитом. Ай, не получилось. Вот опять же, хотела красиво, красиво. Папа, как ланч? Очень вкусно. Очень вкусно? Очень вкусно. Спасибо. Спасибо, спасибо, дорогой. Салатик еще. Ну все, как-то так собрала. Красивую тарелку. Надо мне ее сфотографировать, наверное, да? Приятного аппетита, дорогие друзья. На самом деле, это очень-очень действительно вкусно. Гобби манчурин одно из моих самых любимых блюд. И вот секрет моего приготовления я вам сегодня полностью показала. Если, конечно, кадры все получились. Спасибо. Спасибо.